Да, и мы с вами прежде, да, как обычно, начнем с Деврей Мусар, скажем несколько, да, идея дня сегодня такая, что если кто-то хочет сообщить вам какой-то хиду Шторы, который вы уже знаете, просто слушайте терпеливо, потому что это гордыня прерывать человека и говорить ему, о, я это уже слышал, я знаю тут раньше, я уже слышал это. Да, более того, слова мудрости всегда стоит послушать еще раз, так пишет Сефера Хасидим, да, то есть никогда не знаешь, да, что-то новое можешь услышать, какой бы хид уж ни был, да, неприлично говорить, о, я это уже слышал, можно выслушать еще раз, даже если это будет повторение, да, нет ничего лучше, чем повторение. Так вот, несколько лет назад такая история, появился метод изучения Торы, который называется пилпуль, уже ему сотни лет, уже несколько веков ему. Да, он был предложен талнудом, то есть что такое пилпуль? Это вместо того, чтобы каждую Аллаху, каждый закон Торы изучать отдельно, пилпуль подразумевает, что ты начинаешь сравнивать разные законы в разных местах и проводить аналогию, проводить логику, изучать противоречия, да, и из этого выводить какие-то гениальные методы разрешения противоречий, как результат сложных дискуссий. Да, это называется пилпуль, очень признан в мире ешив, в среде ашкенадских ешив очень сильно признан. Однако, многие талнудические авторитеты, да, они говорили, что пилпуль, как бы, да, они выступали против пилпуля, да, сефарский метод, да, изучать, да, Ремигаш, великий ученик, да, был Ремигаш, основа Аллахи, да, сфарадим, он как-то получил письмо, сейчас вспомню эту историю, да, я слышал ее от Рава Берембойма, когда ходил на его уроки, да, в Малину рощу. Так он однажды получил письмо, в котором было написано, что Рав у нас, поменяйте нам Равина. У нас Равин говорит, каждый раз, когда ему задают вопрос, пытается найти ответ в книге, да, а он вообще не в состоянии логически сам вывести этот закон из того, что он уже знает. На что Ремигаш ему сказал, я должен вам сказать, у вас прекрасный Равин, потому что если он не знает и каждый раз смотрит в книгу, то вероятность, что он ошибется, есть, может быть, один из десяти, два из десяти. А если он будет полагаться на свою логику и выводить согласно логике законов, то тогда он будет ошибаться девять из десяти или восемь из десяти, да, то есть, видите, была вторая, как бы, наоборот, учи прямо, когда сам начинаешь думать, ты не Тана, ты не Амурай, чтобы, да, это очень непросто такие вещи делать. Так вот, однажды один из таких мудрецов, да, шутил по поводу Пильпуля, он говорит, что однажды один человек вернулся с учебы и не смог найти своих очков, очки потерял. И тогда он начал думать, да, кто мог взять мои очки? Это точно не мог быть человек, который в них не нуждается. Зачем ему эти очки? С другой стороны, если это человек, который нуждается в очках, то есть, да, он сам плохо видит, так у него, наверное, уже есть его очки, да, смысл ему брать еще одни очки? Выходит, что вор, который украл эти очки, кому он их, интересно, мог продать? Потому что те, у кого эти очки, кто нуждается в очках, у него уже очки есть, да, так где же мои очки? Судя по всему, единственная вероятность заключается в том, что кто-то... Передвинул мои очки, да, что кто-то, да, возможно, взял мои очки, поднял их у себя на лбу и забыл, что их поднял. Более того, да, когда он продолжал рассуждать, возможно, я сам тот самый человек, который задумался и свои очки просто поднял на лоб, они у меня на лбу, да, я про них забыл. И что вы думаете, этот человек в итоге в этих глубоких спорах кладет руку себе на лоб и вот чудо, да, у него очки на голове. Вот так же, да, он объяснял, что такое пилпуль, да, столько-столько говорит глубоких, как бы, версий, но в итоге очки находятся прямо у тебя на лбу, да, и в итоге ты остаешься с тем же самым выводом. Это что касается пилпуля, друзья, то есть, да, есть такое слово на русском языке – софистика, да, ни в коем случае, да, лэгавдиль, лэгавдиль, но в чем идея софистики? Софистика – это мудрость ради мудрости, да, мудрость ради мудрости. То есть, нам всегда не забывать, что когда мы углубляемся в всякие расчеты, противоречия, да, что есть какая-то цель, а не просто, да, спор ради спора, аргумент ради аргумента. Окей, друзья, у нас новая тема, мы изучаем Симан Шин Юдалет, и он посвящен, да, распаковке. То есть, вообще, на протяжении последних 50 лет мы знаем, что мир вообще как бы еды и доступности еды для человека сильно скакнул вперед. И одним из ключевых маркетинговых ходов является упаковка. Упаковки постоянно совершенствуются, они постоянно улучшаются. Они уже есть пластиковые, есть в коробках, есть в бутылке, есть самооткрывающиеся, да, есть с пунктирами, есть что только уже не придумали, да, в мире упаковок. Так на самом деле, раскрытие упаковок в шаббат могут нести за собой очень серьезные последствия, да, нарушения субботы. И поэтому, да, не стихают дискуссии по поводу, да, различных проблем, которые могут возникнуть с открытием различных упаковок в шаббат. И не хватит многих месяцев непрерывного изучения этого вопроса. Наша же с вами цель будет, да, как бы погрузиться и разобрать основные проблемы, основные как бы вопросы, которые могут быть связаны с законами открытия упаковок, да, в шаббат в наше время. Так вот, да, надо знать, что оказывается, когда мы открываем, открываем какую-то упаковку в шаббат, мы сразу сталкиваемся как минимум с шестью запретами Торы. Что это за запреты Торы? Первое, это стира, разрушение. Мы знаем, что нельзя строить и нельзя разрушать. Так вот, разрушение – это разрушение сосуда. У тебя была емкость, ты ее разорвал. Теперь этой емкости нет. То есть каждый раз, когда мы открываем что-то в шаббат, какую-то еду, какую-то упаковку, у нас сразу шесть проблем. Первое – это разрушение упаковки. Второе – пиньян. Это, наоборот, строительство. Потому что, открыв упаковку, ты делаешь сосуд. Теперь у него есть горлышко. Его можно вторично использовать. Это, наоборот, биньян. Возможно, ты что-то создал. Третья проблема – сьяд петах. Когда ты делаешь отверстие, само по себе это называется тикунг ли. Ты улучшаешь сосуд, да. А улучшение сосуда само по себе – это называется макебе-патиш. Последний удар, мы с вами учили. То есть ты открыл упаковку, распечатал ее. Теперь ты можешь ее много раз использовать. Ты создал, ты сделал какое-то последнее действие, которое превратило сосуд в используемый сосуд. Еще одна проблема – кореа. Нельзя рвать ничего в шаббат. Мы будем учить дарабанан, дэурай – это запрет. Но нельзя что-то рвать. Что-то сшитое нельзя рвать. Мехатех. Еще одна проблема. Если даже у тебя попунктируют. Ты думаешь, нет, я там не просто рву, а вот четко попунктирую. Это еще хуже. Это мехатех. Запрет торы. Когда ты точно по шву что-то разрываешь. Шестой запрет. Мехика. Нельзя стирать. Если там была какая-то надпись, были какие-то буквы, ты еще можешь повредить слово. А это относится к Йомтову, эти законы? Или нет? Йомтов можно готовить, соответственно, открываем без проблем. Или нет? Нет. Все законы, которые мы учим, они все относятся к Йомтову. Да, в Йомтов действительно есть исключение только готовка. Только готовка еды. Можно носить ради готовки еды. Да, мы знаем. Но на самом деле нет. Эти все законы относятся и к Йомтову тоже. Но есть разница. Есть разница. Мы знаем, что запреты шаббата у нас скила и карет, да, за нарушение Йомтовы гораздо менее суровое наказание. Тем не менее, в плане того, что ты спрашиваешь, да, этот закон такой же в Йомтове. Ну, давайте постепенно разбираться. Мы сейчас разберем все шесть этих работ. Просто открыть что-то, достать, чипсы поесть. Я не знаю, в шаббат распечатать. Да, сегодня, да, мы за 50 лет так столкнули. Каждый раз выдумывают новую упаковку. Один и тот же товар люди умудраются продавать только за счет упаковки. Постоянно новые упаковки. Тюбики, пластик, герметичный пластик. Открывается сам без ущерба. Его нужно разорвать и так далее. Так разберем все шесть работ. Но сначала начнем с источников в Талмуде и потихоньку-потихоньку пойдем с вами до пуски, до самих книг, уже до Аллахи. Итак, Биньян стирал вясья в петах. Что касается строительства, соответственно, разрушения построенного и создания отверстий. Это все три работы запрещенные торой. Они все, да, вот это Мишна в Таркаде Шаббат на странице 73. Там перечислены Боне и Сотер. Да, Боне и Сотер одна из 39. А вот Малахон. Отцов работ. Рамбам пишет, Рамбам объясняет, что любое вид строительства, пусть даже ты закрываешь ямку на земле, выравниваешь, или ты ставишь один кирпич на другой кирпич, при условии, что между ними было вот это вот, да, цемент. Все эти вещи запрещены. Это называется Боне. Или наоборот, слова называются Сотер. А что касается Сотер, разрушения. Геморав Шаббат поясняет, что только в том случае ты нарушаешь запрет Сотер разрушать. Если ты разрушаешь, с намерением потом построить. Мы знаем, да, что перед тем, как что-то строить, нужно разрушить. Сначала приезжают, разравнивают, ломают, убирают, выкорчевывают, да, и только потом начинают строить. Поэтому ломать с целью построить, вот такое вот Сотер запрещено. Откуда мы это учим? Этот закон учится от того, что когда евреи были в пустыне, они разбирали мешкан каждый раз с целью, чтобы в дальнейшем, когда они перейдут с места на место, снова его собрать. Мы знаем, что все, что делалось в храме, это есть от 39 работ запрещенные. Поэтому, да, разрушение, что-то ломать запрещено. Но как ломать? Ломать с целью потом снова построить. Вот это ломание запрещено Торой. Однако, несмотря на то, что де ура, это запрет ломать, только если ты собираешься это строить, даже если ты ломаешь что-то, прям полностью разрушаешь, ничего строить не собираешься, тем не менее, это запрет Дарабанан. Поэтому просто сидеть в шаббат и рвать бумажку. Рвать бумажку в клочья, ты ее не собираешься склеивать. Нельзя. Нельзя просто так что-то разрушать, ломать, рвать. Брат, а вот то, что Рававнер не открывает Кока-Колу? О, отлично. Это к этой работе относится? Это наша тема. Это Макебе Патиш. Ой, будем в это вникать. Как делают на заводах. В зависимости от того, крышку накрывают и впечатывают. То есть она никогда не была крышкой. Или она была крышкой, потом ее как бы насаживают. Будем все это учить. Да, да, это наша тема. Наша тема – распаковка. Бутылок, пакетов, коробок, пластиковых контейнеров, железных каких-то емкостей. Все виды распаковки в шаббат – да, вот это то, что мы с вами сейчас разбираем. Ну, давайте начнем, да, сначала. И вы сказали, что первые три – это, оказывается, в этом есть какая-то стройка, есть какое-то разрушение, есть какое-то создание отверстия. Вроде бы разобрались. Биньян, строительство, любое ведь строительство запрещено. Стира поторит только, если ты разрушаешь, чтобы строить. Теперь. Но, когда мы говорим про строительство, когда мы говорим про разрушение чего-то, речь идет про стройку, но не про сосуды, не про чайник, не про какие-то вещи, да, или нет. Или имеется в виду не только дом построить, разрушить, но также и любой какой-то предмет. Так это сама по себе дискуссия. Геморра в трактате Шаббат на 122-м дафе Амудбет приводит слова Ровы, который говорит «Эйн биньян вестерабе кейлим». Нет такого понятия, как строительство и разрушение в сосудах, да, но Раши там же, да, нет. Раши в трактате Шаббат на 74-м дафе Амудбет пишет Да, он так и пишет, что нет никакого запрета строительства Боне и нет запрета Сотер разрушения в сосудах, в предметах. Зугамда Таражбо также считает и Рашбо, также считает Ритва, также считает Орзаруа, также считает, да, однако, многие так считают, но, тем не менее, то сфот, то сафот, в трактате Шаббат спорит с этой точкой зрения и считает, что правило, что нету биньян и стера в отношении других предметов, кроме как реально глобальной стройки, относится только к тем сосудам, шабеофетмидимид парким, которые по своей сути постоянно разбираются и собираются. Вот действительно, к таким сосудам не относятся, это не называется ломать и строить. Будем с вами учить, например, конструктор. Конструктор обычный, который создан для того, как лего, да, большие кусочки, что его собирают, разбирают, собирают, разбирают. Там нет проблемы биньян и сутер. Но если это стул, который не признаначен для того, что он разбирается и собирается, он используется. Поэтому, считаю, тософот стул, например, хотя даже у него есть такие пазы, да, его можно разобрать и собрать. Это запрещено делать. То есть, когда геморраг говорит, видите, есть разное понимание Талмуда. Да, Раши и тософот спорят, да, что написано, что нету боне и сутер в отношении предметов обычных. Это имеется, да, согласно Раши, о, все, это закон. К предметам это не относится. Нет никаких проблем. Ломай, да, собирай, боне и сутер ты не нарушишь. Но тософот говорит не так. Если этот предмет не, изначально не предназначен для того, чтобы его ломали и собирали, то ты да, нарушишь запрет боне и да, нарушишь запрет сутер. Окей. Теперь Раши в другом месте. Так, это шаббат на 47-м дате. Зимура Матхиль Хая пишет, что несмотря на то, что по его мнению действительно нет никакого запрета биньян вестера в отношении сосудов, то есть любых других предметов, потому что запреты относятся только к вещам, которые непосредственно присоединены к земле. А фундамент закладывать дома нельзя, строить дом. Вот и такие вещи нельзя. А остальные вещи можно. Тем не менее, пишет Раши, есть другая проблема. Проблема эта называется макебе патиш. Дословно, последний удар молотка. То есть, завершение. Действие, которое завершает. И это действие, оно запрещено, когда человек делает что-то в последний момент, исправляя часть сосуда. Например, сделать отверстие в бочке, чтобы оттуда текло вино. Запрещено, потому что называется исправление сосуда. Так у тебя была бочка запечатанная. А когда ты сделал в ней отверстие и вставил туда кран, у тебя теперь, как называется, самовар, я не знаю, у тебя теперь совсем другое устройство. Получается, ты не просто сделал дырку, нет, ты превратил в бочку, в бочку с краником, да, теперь оттуда идет вино. И это запрещено. Пользуешь, для еды открываешь, нет проблем, правильно я помню? О, подожди, подожди. Потом будем учить, да, для еды, не для еды. Есть проблема? Да, не обязательно, что ты делаешь. Для еды, каким образом ты это делаешь? Может быть, стоит что-то изменить, в каких-то вещах можно всего-то избежать? Коробка печенья, тебе нужно его открыть. Есть такая картонная лента, которую ты тянешь, грубо говоря, по периметру, и коробка открывается. Либо тебе нужно открыть ее фактическим путем, как-то ее разорвать? Вот, 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 брать, это все будем учить, не будем сейчас забегать вперед. Мы хотим начать с самого начала. Мы увидим, что вот эту ленту по пунктиру не надо тянуть. Это пятый вид работы, мехатых. Это точно по пунктиру. Это гораздо хуже. Если ты застрял в туалете, и у тебя нет туалетной бумаги, уже нужно рвать туалетную бумагу, выхода нет, рви ее, но хотя бы рви ее локтями, мы сказали не по пунктиру. По пунктиру это, возможно, два нарушения за плитаторы. По пунктиру еще хуже. Поэтому надо разорвать, разодрать эту колобку в клочья. Но об этом дальше. Не будем забегать вперед. Итак, так пишет Раши. Видите, Раши предлагает нам еще одну проблему. Он говорит, подожди, оставь там боне, сотер, даже если нет в этом проблемы. Есть другая проблема. Макепепатиш. Был запечатанная коробка, а стала коробка распечатанная. Ты сделал там отверстие, а делал отверстие в бочке. Это само по себе запрещено. Другой работой называется Макепепатиш. Теперь в Мишне, в Трагаде Шаббат на 146-ом Дафе. Амудалев. Написано, что разрешается что разрешается разбить бочку в клочья, чтобы поесть ее содержимое. Например, там сушеный инжир. Ты хочешь достать его из бочки. Все то время, пока ты не делаешь аккуратненький вырез в бочке, чтобы доставать, так можно. Раши объясняет. Что речь идет даже про полноценный сосуд. Мекейван, шель, коль, и сушен, стираб, и кейлим. Потому что нет никакой проблемы ломать сосуд. Это мнение Раши. Что ломать предметы нет проблемы. Ломать, это запрет ломать есть только, если есть запрет строить. А запрет строить есть только в вещах, которые на земле. А в предметах нет этого запрета. Это версия Раши. Однако Тософот объясняет по Мишну. что когда Тософот, который использует, он говорит, что даже в сосудах, которые не предназначены для разборки и сборки, это не конструктор лего, да, это полноценное как бы устройство, которое не разбирается. Что с сосудами все гораздо сложнее, считает Тософот. И там, да, есть проблема строительства и разрушения, соответственно. Поэтому он по-другому объясняет этот Талмуд, что то, что здесь написано, что можно разбить бочку, имеется в виду именно Бемустыки. Что это значит? Это уже была разбитая бочка, которую склеили вместе. Но если бы это была полноценный бочонок, да, глины, который не был склеен, а он бы вообще, когда мы говорим хавит, да, Раши пишет, мы тоже учили в Баунестер, всегда имеется в виду глиняная бочка. Мы когда говорим бочонок, мы представляем обычно деревянный бочонок, да, но на самом деле технология изготовления деревянных бочков, то есть изготовления досок, потом их совмещение, а потом стягивание двумя металлическими ободами снизу и сверху, это технология гораздо позже. Раньше все бочонки были именно глиняные, они были из глины, да, все запечатывали в глиняные бочки. Дерехагов, да, еще международные, это одно из чудес было, которое давали Анане Акавод, облака славы в пустыне, что евреи, они вынесли из Египта бочонки масла и бочонки вина, но бочонки были одинаковые, понять по ним, что находится внутри, было невозможно, пока ты его не разобьешь, а если ты разобьешь, вино испортится, да, как было евреям, то есть как им, они хотят масло, например, как им сейчас, они везут там горы этих одинаковых, как понять, в каком масло, в каком вино, пишет древний медраж, что они подносили эти бочонки к облакам славы, и облака славы, вот эти вот Анане Акавод, обладали свойством просвечивать, это был первый запатентованный рентген до древности, он просвечивал и давал им возможность видеть содержимое этих глиняных бочонков, поэтому, когда мы говорим о бочонках, мы говорим о глиняных сосудах, так вот, говорит Тософот, не, 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 это не то, что можно бросить любой бочонок и разбить его в шаббат, Тософот говорит, я считаю, что это проблема, а какой не проблема разбить тот, который уже был разбит и его склеили, вторично его разбить, разобрать, не проблема, получается, по мнению Тософота, получается, Тософот добавляет и говорит, что сделать отверстие красивое запрещено даже в этом мустаке, в этом сосуде, который был склеен, потому что это называется исправление, то есть даже если у тебя, то есть разбить можно, сшитое вместе, и сначально перед тобой упаковка, которая была изготовлена из различных деталей, склеенных вместе, по мнению Тософота, можно ее разорвать, но даже в такой упаковке аккуратненько сделать открытие, когда я попунктиру разорвать или вырезать, запрещено, подведем итог, получается мы что видим, что во-первых, уже три закона мы видим, которые касаются распаковки, да, первый закон, что разбить уже сшитый, собранный из различных частей какой-то упаковку или любой вид сосуда гаруа плохого, который невозможно использовать второй раз, разрешен в шаббат, по всем мнениям, второй закон, вот что мы отсюда можем подвести итог, шверат клигамуш, ну я бы охлогать раши и тусофот, что если перед нами абсолютно целый, не склеенный сосуд, можно его разбить или нет, это предмет диспута раши и тусофота, по мнению раши проблемы нет, потому что в сосудах нет проблемы строительства и разрушения, соответственно, а по мнению тусофота эта проблема есть, если этот сосуд не предназначен для разбора и сборки, и третье, что мы можем отсюда подвести итог, запрещено делать отверстие красивое в сосудах, по мнению тусофота это запрещено делать, даже если это одноразовый, это называется сосуд гору, а плохой сосуд, визмонейк му-му-стаки и временный, склеенный, как мы сказали, даже в таком сосуде запрещено делать аккуратное отверстие. Дальше, переходим к Шульхана Руху. Пишет Шульхана Руху в самом начале нашего Симана Шин Юдалет в Саифе Алет. Он устанавливает закон по мнению Тософот шешвират клирауа шнишбар кодем лахен витбику это шварим шело яхад мутерет бешаба. Что разбить сосуд шатающийся, имеется ввиду, который уже треснул и он уже был склеен, да, так снова его разбить в шаббат разрешено. Мипнейша и Суримшаль стира, потому что запрет стира, разрушение у биньян строительства, они применимы только к сосудам прочным и цельным. Окей, первый закон. Это уже Аллаха. она приводит мнение Беленского Гаона, который наоборот устанавливает закон по мнению Раши. Нет, он говорит, даже цельный сосуд спокойно можно разломать и разбить, чтобы добыть содержимое, да, потому что нет никакой проблемы разрушения и строительства в сосудах, это касается только вещей соединенных с землей, как мы говорили, после чего Шурханару добавляет вторую часть мешны касательно создания отверстия, да, что это запрещено, даже если это был одноразовый, да, разрушенный, склеенный какой-то сосуд, мешун, метаконмоны, потому что это уже называется исправление, то есть какой бы сосуд у тебя не был, если ты делаешь в нем аккуратное отверстие, ты превращаешь его в бутылку, да, ничего себе, да, и пробка, теперь ты создаешь новое, совсем другое, это уже у тебя чайник, так это у тебя была запечатанная коробка, до содержимого не добраться, тут ты сделал отверстие, теперь это у тебя удобный сосуд для разливания жидкости, там, да, или для хранения чего-то, это называется метаконмоны, так вот, Аллаха мувад гамбэм шехби сейф ваб, еще раз в сейфе ваб, это Аллаха повторно приводится, однако, чтобы нарушить запрет Торы по созданию отверстия, необходимо, чтобы человек ясэбеклигамур некеварауй сделал в цельном сосуде необходимое отверстие через которое можно легко доставать, извлекать и класть обратно, чтобы можно было теперь использовать как класть в этот сосуд что-то так или извлекать из него что-то, о, теперь вы поймете, почему проткнуть иголкой, да, почему Рававнер не может открыть бутылку, а если проткнуть иголкой, то он может открыть бутылку, да, но если это отверстие, оно не способно, оно может только помочь с извлечением того, что внутри, но не способно помочь, чтобы что-то туда добавить, асурла сутоми дерабанат, тогда запрет уже только от мудрецов, да, попробуйте налить что-то в эту дырочку, которую вы сделали вилкой, в бутылке, это уже запрет только мудрецов, вот посад шурханарух, и поэтому еще добавляют шурханарух, там в сейфе если человек полностью сорвал крышку бочки, поэтому если человек мечом отрубил голову этой глиняной бочки, да, так проблемы нет, так поступить, потому что очевидно, да, что человек хотел только извлечь содержимое, он не планирует пользоваться этим в дальнейшем, сделать аккуратную дырочку, чтобы пробкой закрывать, открывать, чтобы добавлять и извлекать, вот это запрещено, а если он срубил просто верхушку, так это только для того, чтобы извлечь содержимое, а не для того, чтобы использовать вторично, поэтому это будет разрешено, и более того, запрет сделать отверстие, да, существует только, если в этом и было твое намерение, создать, сделать отверстие для многоразового пользования, однако, если, да, человек в мыслях не держался сделать такое отверстие, разрешается это разрешено, это разрешено, теперь, поэтому, да, современные пуски, им закладатели, они ломают голову, пытаются, да, понять вот этот закон, а именно, а им аризот шелану, упаковки наши, современные, они рассматриваются как одноразовые, которые нельзя использовать вторично, и тогда совсем другие законы, тогда, видите, Лософот, Раш, да, можно будет это делать, это разламывать, и что, и что, и что называется идеальным отверстием в такой упаковке, с одной стороны, пластиковый стаканчик для человека там несколько там десятилетий назад, это было супер-мега ноу-хау, просто убили бы за такой стаканчик, такая емкость, легкие, да, держит воду, это нереальное вообще изобретение, или бутылка наша пластиковая, которую мы сегодня выбрасываем, ничего себе с крышечкой, да, это был супер вообще ноу-хау для людей древности, не такой, кстати, большой древности, легкое, открываешь, закрываешь, что угодно налил, что угодно закрыл, видишь содержимое насквозь, это прям нереальное изобретение, но с другой стороны, для современного человека, ну кто будет использовать это второй раз, да, все это одноразово, человек это выбрасывает, так пойми теперь, иди разберись, этот сосуд, он считается одноразовым, или все-таки его же можно использовать вторично, а значит, это называется настоящий сосуд шалэм, и тогда его разрушение изобрели, и так далее, все, что мы сказали, поэтому, да, это предмет дебата, просто, да, мы намекаем, о чем будем говорить, корея, следующий запрет, нельзя что-то рвать в шаббат, мечтал, так сказать, шаббат на 73-м дапе, перечисляет различные работы, да, и в том числе, говорит, мы лахат корея, как одна из 39, а вот мы лахат в шаббат, и написано там, в Талмуде так, на 74-м дапе, мудбат, сар, они покрывались огромными такими коврами, да, огромными тканями, так вот эти огромные ткани состояли из более маленьких ковров, которые были шиты между собой через специальные отверстия, которые проходила нить, которая их соединяла, так каждый раз при разборке для упаковки разрывали, то есть разрывали их по этому шву, и чтобы не было разрывов каждый раз новых, да, всегда в эти дырочки раскрывали, чтобы они становились раздельными, каждый отдельно скручивали и так перевозили. По этой причине Мишнаби Шаббат говорит на 105-м дафе, а мудалев, шекрия, сурам и натура, что запрет разрывания это запрет поторе, рак им кваната, адам назор, в литфор, эшнеях, халаким яхат, но только при условии, если человек разрывает что-то, с целью сшить это обратно, то есть видите, в Мишкане они разрывали с целью снова соединить, так же, как в Мишкане это запрещено торой, поэтому разрывание сегодня запрещено торой, только если ты рвешь для того, чтобы шить. Знаете, как в той притче, как человек пришел и дал дорогую ткань портному, чтобы тот шил ему костюм, а портной расстелил его ткань, начал чиркать на ней мелом, да, делать пунктиры, а потом взялся резать эту ткань в клочья на какие-то кулачки, в ужасе, да, начал кричать хозяин, что ты делаешь, что ты делаешь, да, зачем ты такую ткань портишь, глупец, говорит, наполовину работы не смотрят, если ты хочешь что-то сшить, нужно сначала это разрезать, о, вот это самое разрывание, вот оно запрещено торой, разрезать с целью потом пошить, обычно так всегда производят работы, и саму, как бы, да, процедуру, как это было устроено в мешкане, мы с вами описали, так, продолжает дальше, да, Рамбан пишет, шекрия, сурами, атура, има адам, нахинэм, има крия, выходит сураши, Рамбан говорит, что человеку запрещено что-то рвать, если он получает хоть какое-то удовольствие от того, что рвет, афилу, и махарка, гулотофер, это халакимьяхат, даже если он не намеревается потом эти кусочки сшить, но по какой-то причине ему доставляет выгоду, то, что сейчас он это разрывает, например, мишекуре, бегат бе, каосо, человек, который рвет одежду в гневе, какая у него польза от того, что он рвет, никакой пользы, но он хочет выплеснуть гнев, и он рвет одежду, даже такая крия, такая митсва, крия, мы разрываем одежду при виде, например, стены плача, если не видели ее 30 дней, разрушенные синагоги, святых мест, мест храма, нам нужно разрывать одежду, по умершему, когда мы услышали рахмана Алислан, да, разрывают одежду, митсва крия, так вот, такая крия тоже запрещена, фибу, на хорках, да, причем это запрещено до райта, торой, меки ванши а крия, миша мешет, отток, дейли ашев, да, а то, потому что он извлекает выгоду, таким образом, он выпускает пар, да, он успокаивается, поэтому нельзя, минхат хинух добавляет, шаисушель куревет, офер шаях ракбе хомарим рахим, что запрет рвать или сшивать, соответственно, да, так же, как разрушать и строить, да, это, как бы, да, это противоположности, если запрещено строить, значит, запрещено ломать, с целью, чтобы строить, запрещено сшивать, запрещено разрывать, с целью того, чтобы сшить обратно, шаг ракбе хомарим раким, но, минхат хину говорит, что проблема разрывать что-то, это только каких-то мягких приметов, например, тканей, да, как было в храме, в мешкане, аваль, бешверат, хомарим, кашим, но разбивать какие-то твердые предметы, как, например, банки, консерву, да, разрывать металл, эйн баяшель куреа, там неприменим, нельзя сказать, что я порвал банку, да, я порвал железо, там другие проблемы, мы сейчас так увидим, ты, возможно, создаешь отверстия, делаешь сосуд, да, если ты закроешь, то, что ты открыл консерву, закроешь, и потом наклонишь, чтобы сцедить жир, и оставить внутри саму шпроту, ты нарушаешь бурер, есть много других каких-то, но проблемы крия, что я рву, здесь нету, потому что, это твердый материал, этой работы здесь ты не нарушишь, продолжает Шурханарух дальше, и говорит, что если, он говорит согласно Мишне, что, если есть какая-то надобность в этом разрывании, то это запрещено, и Мишнабрура там тоже поясняет, что разрывание запрещено Торой, если ты извлекаешь хоть какую-либо пользу, выгоду от этого, все это Аллаха, даже если ты не собираешься потом это сшивать, как-то, да, тем не менее, в отличие, как мы сказали, от стира, разрушения, если ты ломаешь, без того, чтобы построить обратно, это запрет мудрецов, но если ты рвешь, и не собираешься сшивать обратно, но этим разрыванием, ты извлекаешь какую-то для себя пользу, просто рвешь от гнева, как сказал Рамбан, да, ты не собираешься ничего сшивать обратно, тем не менее, ты нарушаешь запрет Дорайта, афилу и вэмбитат халакзорвитфор, пеносав, гамкриабе, дарахилкуля, дайн ассурамидарабанан, и даже если ты разрываешь просто в клочья, никакой выгоды ты не извлекаешь из этого, тем не менее, запрет Дорабанан все еще остается, мудрецы запретили просто что-то даже рвать бесцельно, ты не собираешься это сшивать, ты никакого не получаешь от этого удовольствия, ты не в гневе, ничего, просто сидишь, вот ты, да, страдаешь, не знаю, что-то там рвешь, да, нельзя этого делать, медрабанан. Окей, друзья, давайте еще, да, один кусочек, и уже мэхат их оставим на завтра. Говорит Мишнав, так сказать, шаббат на 166, на 146, да, извиняюсь, на Амуд Алиф, шэм мутарбэ шаббат лекрот, хот лот, что разрешается в шаббате, рвать хот лот, что это такое? Да, салим асуим мэанфей декель, это специальные корзины, которые изготавливались из листьев пальмы, пальмовых ветвей, шэ, но таним бэхэм тмарим, гдэй лэавшиль, которые использовались, да, в них потом клали инжир, и сушили таким образом инжир. Так вот, запрещено разорвать такую плетеную корзину. Да, А что это значит? Умэвершэ бэкрият хот лот до мэлэ фицуах эгозим. Почему? Потому что разрывание такой корзины похоже на очищение орехов или очищение шкурку банана. Да, разрешено в шаббат рвать такие, разрывать такие корзины, извиняюсь, разрешено, как написано Гимария, мутар, в шаббат лекро, а хот лот. Да, потому что это то же самое, что добраться до сердцевины ореха или добраться до банана. Как еще мне есть банан, если я его не открою? Как мне есть апельсин, если я не сниму кожуру? Поэтому открывание такой упаковки, да, оно разрешено. Поэтому в эти корзины, в которые клали, они прям там сушились, сушили инжир, который был внутри, их разрывать, чтобы достать инжир, можно говорить Гимара. Имишта брура, в Симанэ куфмэм, извиняюсь, в сороковом Симансе в Афкатаммэм, объясняю, что крият хот лот бэвадайны на асурам и шум сутэр. Тут точно нет проблемы открывания, да, таких корзин не является проблемой с точки зрения сутэр разрушения, потому что это не является, да, завершенным сосудом. Это как бы, да, точно одноразовая такая штука, она сохнет, эти листья распадаются. Это даже меньше, чем мустаки. Это даже более, как бы, да, непостоянный сосуд, чем, как мы говорили, склеенный кувшин. А не доншо скин, бопоскейзманэну гуаим, а аризотва, атифо челануных шавоткмахутлот. Вот теперь, да, мы понимаем, о чем спорят современные пуски. Да, что в наше время, когда мы говорим про упаковки современные, да, всякие треугольники молока, всякие коробки, пачки, да, для кефира и прочее, они рассматриваются, как вот эти вот корзины, добраться до литературы, у которого можно разорвать корзину. Или же все-таки, и тогда к ним вообще не относится проблема Корея. Или же они более постоянные, и уже могут рассматриваться, как нормальный сосуд. И это несравнимо с историей вот этими вот этими, да, корзинами из пальмовых ветвей. И тогда к ним, да, будет относиться проблема Корея. Нельзя разрывать. И, возможно, даже эта проблема Деорайта. Потому что ты получаешь удовольствие от того, что рвешь, да, и открываешь это. Например, Криат Саки Чипс. Например, открыть чипсы, открыть просто пачку чипсов. Саки Чель Деганей Бокер. Или, да, Корфлекс пачку открыть. Ватрифату Алюминиум Шальп, как Бакбук. Или сорвать алюминиевую упаковку на пробке бутылки. «О, мяфшерут лейлейнот мяамуцар». И да. Ведь все это позволяет тебе получить удовольствие от содержимого. То есть, понимаете, мы сейчас с вами разбираем все эти шесть вещей. Они в разных местах в Талмуде разбираются. И мы видим, как все эти работы с появлением сотен тысяч различных видов упаковок могут либо относиться, либо не относиться. И мы все, все эти работы, они до урайта, они все одни из 39 работ. В каждой работе есть свое «но». А как мы рассматриваем, что это за сосуд? Одноразовый, неодноразовый? Да, засухнет, распадется, склеены, не склеены. Да, но как рассматриваемся, что такое пластиковая бутылка? Что такое треугольный пакет молока? Или пачка кефира? Или пачка чипсов? Знаете, как бы, да, она легко рвется, но если реально использовать эту пачку, ее можно использовать годами. Если выбросить пачку чипсов, это наносит колоссальный удар природе. Природа это не переваривает. Этот пластик, да, с появлением пластика, он вообще вечный. Вечный. вроде как бы он совсем одноразовый, вроде как бы он вечный. Отсюда это будем разбирать. Окей, следующая работа Мехатех, да, рвать по пунктирам, это Байзра Ташем оставим на завтра, да, потом все шесть работ, чтобы мы знали, откуда растут ноги, когда мы будем разбирать конкретные примеры, с чем каждый может столкнуться в шаббат. Друзья, здесь мы делаем паузу, с вашего позволения. Я остается только пожелать всем хорошего дня и шаркоах. Оставайтесь к нами, а я с вами прощаюсь до завтра. И шаркоах, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,